Хамство водителей и грязь в салоне. Жители Белого Яра неоднократно жаловались на проблемы, связанные с маршрутками. Для того, чтобы выслушать всех и попытаться найти решение, администрации поселения и Сургутского района организовали встречу с населением. Местные подробно описали, в каких именно автомобилях чаще всего чистота в салоне оставляет желать лучшего и какие именно водители позволяют себе грубить клиентам. В беседе участвовал директор транспортной компании, которая занимается в населенном пункте пассажирскими перевозками. В маршрутке действительно антисанитария. Веник свободно валяется под сиденьем. В период коронавируса маршрутка в пыли, грязи. Все, что сейчас было сказано, это значит происходит на протяжении всего моего руководства данной организации. Ежедневно сам лично присутствую на выезде автотранспорта. Сам лично со всем руководством, со всем персоналом нашей организации контролирую. Я беседую с каждым водителем, не поверите. Могу видео каждому, лично могу видео присылать и лично показывать, как я лично каждому водителю не грубить, ни по телефону не разговаривать. Скоростной режим не нарушать. Вот не поверите, ограничители поставили на каждый автобус. Все равно нарушают, боремся, увольняем. Один из активистов предложил создать рабочую группу, чтобы проверять маршрутки. В нее будут входить представители транспортной компании, администрации муниципалитета и жители Белого Яра. Глава населенного пункта также рассказал, что мэрия планирует организовать маршрут по поселению. Валерий Лупырь отметил, что в Белом Яру появилось много отдаленных районов, из которых пешком добираться долго и неудобно. Как именно будет ходить общественный транспорт, согласуют с жителями. У нас есть отдаленные участки на Белом Яру. Это Су-10, это гидронамыв появился. То есть людям довольно далеко все-таки пешком идти, а если это пенсионеры, это, допустим, инвалиды и так далее. Поэтому возникла такая идея запустить маршрут по Белому Яру. Мы сейчас прорабатываем сам маршрут, просчитываем, сколько это будет стоить. На сегодняшний день мы выставили уже на аукцион закупку четырех павильонов остановочных. Два поставим на гидронамыве, один возле первой школы и один в Су-10. Как раз вот эти дороги сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!